Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который задаёт в данном случае Георгий. Авторам вопрос интересует, стоит ли рассказывать девушке о своих долгах. Если да, то как это лучше преподнести, как это преподнести, спрашивает Георгий. Ну, здесь из самого контекста вопроса. Чувствуется, что человек несколько стыдится, несколько стесняется наличия у себя долгов. И, соответственно, чувствуется некоторая тревожность, некоторый страх, может быть даже злость. Вот. На себя и на девушку. Хотя девушка, в принципе, ещё не знает ни о чём. Вот. И, соответственно, вопрос про то, как лучше рассказать человеку про долги. Это вопрос про то, как мне об этом сказать, чтобы, ну, словно говоря, девушка меня не бросила. Чтобы, ну, чтобы всё было хорошо. Вот. Ну, понимаете, какая штука. Долги, конечно, вещь неприятна. Это правда. Но и страшного в них особо ничего нет, если вы собираетесь их закрывать. Прямо поэтому, я думаю, что не так важно, как вы преподнесёте, девушка, то, что у вас есть долги. Не так важно, скажете вы ей об этом или нет. Сколько важно, то, как они у вас оказались. Как вы оказались в долгах. И что вы сами собираетесь с ними делать. Если вы собираетесь их закрывать. Если вы уже, например, их закрываете. Вот. То в таком случае девушке можно просто мимоходом сказать о том, что... Да, у вас сейчас долги, но вы их закрываете. Вот. Так вот между делом, между прочим ей об этом сказать. И, в принципе, больше как бы ничего особо не надо. Я думаю, что девушке этого будет достаточно, естественно, уверенной в себе. Любое заострение на этом внимании придания этому какого-то другого значения может вызвать здесь недоверие. При условии, что у вас с девушкой нет доверительных отношений. Вот. Как-то так. С другой стороны, все люди разные. И девушка ваша тоже может быть уникальной. Поэтому, кто знает, может быть, именно ей можно и нужно рассказать про ваши другие. Может быть, она вам даже поможет. Это все вопрос взаимодействия личности. Это все вопрос того уровня коммуникации между вами, того уровня общения между вами, которое вы имеете. Если это общение открытое, доверительное, свободное, что называется, то рассказывать можно и нужно обо всем. Напротив, сокрытие какой-то информации, сокрытие какой-то тайны может привести к чему-то негативному. Поэтому здесь, на мой взгляд, история предельно должна быть прозрачной. Вот. Другой вопрос. Другой вопрос. Если вы с девушкой, собираетесь, ну, в серьезные отношения вы стараетесь. Вот это да. Если вы с девушкой собираетесь устраивать серьезные отношения, то можно открывать идеи о долгах, так скажем, конечно же, имеет смысл. Потому что у ваших финансовых, у вашем, простите, финансовом состоянии, у, ну, состоянии ваших дел финансовых, наверное, девушка должна заняться. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Вот. Конечно, я могу ошибаться, но мне так кажется. Ключевой момент здесь заключается в том, как мне видится здесь. Ага, что вы стыдитесь, как будто бы стыдитесь того, что у вас кредиты, у вас долги, ну, я не знаю кредиты. Но это вот, наверное, является одним из ключевых аспектов. Почему это является одним из ключевых аспектов? Потому что, если вы сами негативно относитесь к чему-то, то это же может предаться вашей девушке. И вот это произойдет в любом случае. Поэтому, нужно, как мне кажется, сначала максимально подробно рассмотреть историю того, как вы попали в долги. Потому что, по общему правилу, долги это нарушение личных границ. Это неумение, неумение жить по средствам, что как бы уже может, ну, косвенно свидетельствовать о наличии, так скажем, определенных проблем. У вас, да? Вот. И, соответственно, дальше уже смотреть. Вот. Смотреть. Как и что вам делать. Вот. Вот. Примерно. Такой ответ я мог бы вам дать. с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения своих ценностей, которые у меня есть. Вот. А дальше уже, в принципе, как мне кажется, вам решать только, что делать. Потому что никто за вас эту ситуацию, эту историю не решит. На этом все. Надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь. Надеюсь. Всех никуда. IN'